Карабахская карта продолжает оставаться разменной монетой. Для Пашиняна сейчас острейшим образом встает проблема сохранения власти, и Карабахский конфликт здесь может сыграть свою роль, считает Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Только есть маленькое «но», если Россия снова закроет на это глаза. Однако сейчас создается ощущение, что на этот раз не пройдет. Армянское внешнеполитическое ведомство попыталось, по сути, опровергнуть заявление Лаврова относительно поэтапного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Но сразу же последовал четкий ответ российского МИД. Наша позиция как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ неоднократно озвучивалась в совместных заявлениях высшего руководства России, США и Франции. В ее основе лежат основополагающие принципы Хельсинского заключительного акта, включая принципы неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределение. Среди элементов урегулирования, содержащихся в этих заявлениях, есть возвращение территорий, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, а также определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем волеизъявления населения. Что касается документов и предложений, которые рассматривались и рассматриваются, то министр иностранных дел Российской Федерации Лавров их перечислил, заявили в МИД РФ. Пока определенную отсрочку Пашиняну дает пандемия, но когда она закончится, придется держать ответ. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал АЗ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила! Продолжение следует...